Так что, если вас потянет к какой-то карте больше, это ваша карта. Не будем так разбрасывать варианты, но это ваша карта будет больше, мы посмотрим причины. Все, что есть, чего это больше, реально, соматики или магии. Наследственности, чего угодно. Но вообще, смотрите, тут, как я и ожидала, и это правильно, и из 8 вариантов тут 4 магии замешаны, даже 5. Из 8, 5 вариантов чисто магических. Это очень-очень много. Писчитайте. То есть, из 8 случаев, 5, а то будет магия вины. Но какие формы магии, мы рассмотрим позже. Одна тут идет, в общем-то, с пищей, одна с питьем, и одна недостаток движения. И только 3 причины не магические. Одна тут наследственная девятка динариев. Это избыток пищи. Тут, как бы, и хромает обмен веществ, которые ее перерабатывают. Но, вернее, он достаточно обычный. Есть такие люди, козероги особенно, не едят, едят. И действительно едят очень много. И такие же худенькие. Там перегорает все на таком обмене веществ. Никакие они не спортсмены. И даже они много двигаются. Но они не толстеют. Я таких знаю, и вы таких знаете. Это идеальнейший обмен веществ. Просто все перегорает. Но в основном это к позероге склонны. Близнецы, они такие же, но они мало едят. Те близнецы, которые едят, они довольно плотненькие. А это вот люди именно могут есть сколько угодно. И они при этом не поправляются. Но это редкость. А вот тут просто девятка пентаклей перевернутая. Человек слишком много ест. Но причина очень часто этого чисто магическая. Это наведенный аппетит. Причем это дамопик. Это вызывает зависть. Вам завидует то, что называется глаз. Вам завидует и из-за зависти у вас начинается аппетит. Она впрямую не магическая. Но она и не свободна от магии. Потому что она окружена. и по звезде у вас рядом это все довольно медленно перерабатывается, откладывается в камни. Скажем, откладывается в запасе. Плохо выводится из организма и на капли плохо расщепляется на воду. Накапливается избыток жира. Девятка пентаклей прекрасна во всех случаях. Она совершенна. У нее нет плохих значений. Но в смысле набор веса она не лучшая карта. Это ее единственное, пожалуй, и исключение. Она слишком удерживает. Есть такая. Вот одна причина. И кто выбрал. Пятый вариант получается. набор веса. Чистый. Дальше у нас природный. Идет привернутая шестерка кубков. Это может быть избыток лимонадов. Знаете, что в бутылке кока-колы почти стакан сахарастворен. Поэтому американцы выпивают по две бутылки кока-колы и в ней почти тысячи килокалорий. То есть полдневной нормы. Вот это может быть такой. Может быть энергетические напитки. Если вы употребляете даже энергетические говорят, что даже салат съеденный переходит в жир. То есть зеленый салат. это вот такое, что вы употребляете калорийное слишком. Та же водка, она очень калорийная и съедая немного пищи, вы становитесь толны. И еще самое простое и это банальное молоко. Оно ужасно полнит. Не смотрите, что в нем немного калорий, от молока плывут и от любой молочной пищи, включая масло. Хотя вроде бы растительное масло намного калорийнее, чем животное, но на нем так не поплывешь. То есть это тоже может быть, что вы пьете молоко, например. Вы его любите, а любое молочное, даже обезжиренное, оно дает вес. И вес довольно хороший. Это тоже может быть ваш случай. Если вы считаете, что вы совершенно безопасную пищу едите, без сахара, без всего. Кстати, дейцы очень много употребляют молока. Они не едят мясо. Если вы посмотрите современные записи о фильмах блогеров, кто живет, те, кто девушки живут наши в Индии, там многие по 20 лет живут, по 30, и они показывают вокруг народ ужасно полный. Просто ужасно большинство полные. Как взбитые сливки, это минимум, и шире, и шире. У них основная пища из такого, кроме овощей и фруктов, все молочное. они любят на натуральном масле готовить. Так что это вот такие могут быть напитки. Совершенно безобидные, но порождающие, перевернутые, перебор. Надо как бы отказаться от этого. И второй вариант может быть какие-то лекарства. Вы употребляете для своего здоровья те же антихолестериновые они тоже могут полнить. Но это тоже входит в понятие кубков. но даже телефон за званием. И последнее у нас рыцарь жезлов. Это просто нехватка движений. Самое банальное. Тоже бывает, но опять-таки и у шестерки кубков и у рыцаря жезлов их подпирает карты связанные с магией. они как запирают рыцарь жезлов с двух сторон. Запер и шестерка кубков тоже. Так что как бы это внешний фон, а подоплека все равно играет магическое. Причем связано с напитками, с жидкостями. Это еще ненормальная жидкость может в организме функционировать. Та же лимфа повышенная усваиваемость именно этого продукта. Но рядом стоит дама пика. Она также влияет что на напитки, что на еду. Это банальная зависть. А вот звезда это уже профессиональная магия. И даже очень профессиональная. Такая что ломает вам весь биологический процесс. у нас с магом. Это удача мага. Это уже сделано профессионально. Это вы снимете только у хорошего практика. Это надо через высшие силы, через богов снимать, через реального. Такой ритуал тут не поможет, потому что это маг со звездой и между силой. Но еще раз повторяю, что из восьми вариантов все были связаны опять связаны с магией. Это очень профессиональная магия. Это не дилетант и не ученик есть. И есть это виде наказания дается людям. Дается высшими силами наказание. Тут стоит карта силы. Это наказание тут уже ничем нельзя снять. Вот интересно, за что наказание? Да что такое дается наказание? Давайте посмотрим. У меня даже карта рубашкой вверх. Дама кубков перевернутая. Красота. Это порча как бы это наказание на безобразие. Если дама кубков красота, то это знаете и тройка мечей это за то, что человек разбил чье-то сердце. Паш мечей это наказание очень часто за привороты за привороты от ворота, за любовную магию. Это наказание от высших сил полнота. Я не говорю что всем, но это вот у нас восьмой вариант это такое наказание. и тут надо с ними договариваться и снимать. Я как раз делаю еще на радоницу. это наказание очень четко указано за любовную магию карают очень часто. Это наказание порчи внешности. Дама кубков это обозначает красоту. это порчи внешности в наказание за любовную магию, за привороты, отвороты. Не за то, что вы любви просите там или хотите расстаться всем, а студа может быть на кого-то навели, рассорку. Вот такое вмешательство отношения по личной скажем так, чтобы этого человека взять себе, соблазнить его. за такие вещи идет наказание порчи внешности. Это у нас восьмой вариант. Дальше у нас идет жрица. Вот эта жрица связана, что вы не можете достаточно двигаться и от этого полне эти. Это профессиональная магия и снизу идет маг. И очень хорошая профессиональная магия. Даже иногда часто через высшие силы. Они очень часто что маг, что жрица работают через высшие силы. Только жрица это выше уровнем. Но это уже не божественно. Может быть и тут это Персифона изображена на этих картах. Не просто жрица это Персифона собственной персоной. Не все ее атрибуты и граната. В общем-то это тоже богиня. Так что да это тоже то что вы не можете двигаться это тоже разновидность порчи. И причем такое через с богинями все сложнее чем с богами. Четверка кубков. Да и умеренность перевернута. Умеренность на этих картах тоже ангел. Ангел с крыльями перевернута. Почему? шут башни что не открывают за что луна ну это точно магия лунная магия она за что это человеку солнце за то что вы разрушили человек разрушал не вы а человек что-то разрушил жизнь другому помешал каким-то его действиям помешал развитию движения в жизни его решает физического то есть тут как бы не совсем впрямую может человек был причиной в прошлой жизни что человек получил погиб там ДТП совершил наехал сбил лошадью своей по-разному бывает и тоже он ограничен какими-то движениями и толстеет это тоже вот такая кармическая завязка вот эти очень сложные случаи снимать их очень сложно потому что это как бы карма идет вот очень много вот этот маг между силой и жрицей и со звездой это вообще не люди делают люди могут тут участвовать как практик как ключ к замку он исполнитель в данном случае он делает исполнитель очень часто практиков просто просят сделать этот ритуал мы делаем и кому мы не знаем его делаем мы просто его делаем они это используют и этот ритуал направляют на кого они считают нужным мы делаем то что нас просят не спрашивая почему такой наш как бы незримый договор не это используют вот тут такое или они могут просто кого-то использовать для своих целей тут получается половина случаев и только одна вот такая зависть это чисто наведенное человечество поэтому порчено ожирение они реально я смотрю сложно снимается по картам и тут реально надо договариваться с силами тут везде замешана игра высших сил половина а если брать что одна из них дама мечей то все и все случаи связаны с магией высших сил то есть ее эту зависть просто пропускают как заслонкой как и работу мага когда считает нужным и считает нужным не пропустят это как бы вот их выбор поэтому это очень тяжело регулируется это тяжело снимается и тут чисто надо обращаться к ним к их суду и кстати я не сказала что они очень часто дают на похудение да ритуал а на снятие порчи я бы не сказала что они так часто его дают и очень дают этим распоряжаться или активно эксплуатировать нет и тут заметься только две карты без фигур остальные карты с фигурами то есть в этом плане это сила в общем-то а люди представлены в основном желаниями и символами кубки пентакли то есть по шестерке кубков мы хотим быть красивыми так тут можно тут чисто снимать можно тут не поборешь обычными способами или надо ничего не есть ничего не пить практически но и также если так брать три человеческих тут карты и в двух случаях может быть замешана дама пик то есть в две трети у вас зависть это можно легко снять просто зависть злые слова чтобы тебе быть уродиной там вот такое что-то говорить конечно нельзя это так и срабатывает вот человек портится внешность его разносит я бы сказала что если тут такое легкое не срабатывает то можно только через высшие силы обращаться к суду и все договариваться тут договариваться надо так просто не снимешь не такое не получится вот такой расклад мы прощаемся в общем-то такой сложный в общем-то в общем-то 2 2 3 4 4 6 20 12 17 9